Дима у нас завтракает. Вот такие вот деревья у него там стоят на заднем фоне в каше. Дима сейчас позавтракает. Мы ранним утром встали сегодня. Всем привет с вами канал Artmania. У нас время 8.30 уже и сейчас побежим к педиатру. И наконец-то нам разрешили оплатить. Не разрешили, а дали оплатить именно нашу программу, а не ту другую, которая в два раза дороже нашей клиники. И сегодня мы сейчас побежим оплачивать. И потом Дима пойдет к педиатру, потому что у нас Димочка заболел. У него кашель сильно появился. Что, ты уже испачкаться успел? Ты только сел и уже испачкался? Как-то быстро-то. Потому что у него сильно очень кашель, с мокротой. Что-то мы лечимся, лечимся никак. Не знаю, мне так кажется. И мокроту эту он сплюнуть не может. То есть, если взрослый сплюнул как бы и начинает выздоравливать потихоньку, а по себе просто на этот момент, то ребенок этого сделать не может и получается дольше все на раз. Да, зайка? Зайка? Да, вот так у Дима сидит. Вспомнил, что я где-то видела их ставят как деревья такие. И я думаю, господи, во что их поставить? Я поставила их в кашку. Да, зайчик? Там еще много деревьев таких. Дима сидит. Субтитры сделал DimaTorzok Ты кожурку-то не ешь, Дим. Давайте его почищу. Тяни давай. Тяни за эту. Вот. Тяни за эту. Подожди ты. Вот за эту тяни. Вот. Теперь на, держи. Вот тут пролази. Вот. Банан. Ого, у тебя рот большой. Как у папы прям. Прям как у папы. У тебя рот, да? Дим. У папы точно такой же. Мука у меня, видите, тут рассыпана. Это не просто так. Я там сегодня пирог сделала. Его рецепт есть у меня на канале. И кусок остался у меня теста. Ну так получилось, что масло оставалось там буквально 50 грамм. И я подумала, что будет у меня оставаться 50 грамм масла. Потом его не туда-сюда опять обратно замораживать там. Думаю, ну его нафиг. Сделала побольше теста. И решила сделать там пиццу. Тоже потом вам покажу. Да? Только в пиццу добавить ничего не было. Майонезом ее обмазала. Котлетки и помидорка сверху. Оказывается, даже кетчупа не было. Да? Да, Димуля? Вот так. Да? Вкуснятина. Тебя и не видно за бананом, Дим. Сходили мы сегодня к педиатру. Дима у нас болеет. Но сказал, что не вирус. Все хорошо. Не заразно это. Что-то там лишнего по-моему ешь уже. Опа. Да. Привел. Все. Вот. Не вирус. Как бы все хорошо. Просто, видимо, где-то подмерз он. Вроде гуляем. Одеваемся. Тепло. Не знаю даже, где он был. Мне кажется, все-таки могут зацепить где-нибудь в магазине. В магазинах мы ходим часто. Но подмерзность он не должен был. Не знаю даже. Откуда взялся этот кашель? Ну, сегодня проснулась. Дима не хочет кашлять. Покашляй. Покашляй. У тебя нет кашля? Ты так хорошо расплакался у педиатра, что у тебя весь кашель сразу прошел. Мама, только не веди меня к врачу, пожалуйста. Не веди. У меня вся температура прошла. У меня температура прошла. Ноги ходят, руки делают. Я пойду в школу. Да-да-да, мама. Я согласна. Только не веди меня к врачу. Да, Дим? Это про тебя, наверное, в дальнейшем. Она тебя ведь только послушала, а ты ее прям боишься. Только в кабинет зашли. Он уперся, как ослик. И не туда, не сюда. И пока мы с ней разговаривали, там где-то минут 15, ну, 10-15, наверное, Он рядом стоял. Аккуратненько. Ай, Дима! Он рядышком стоял и плакал. Да. Рядом стоял Дима и плакал. И плакал, и плакал, и плакал. Не знаю, почему у него такое. Она ему больно никогда не делала. Очень добрые, хорошие. Ну, вот он что-то опять начал бояться. Что ты так смотришь? Банан тут лежит. Тут у нас яблоки остались. Что-то я сделала слишком много. Так, ты хулиганинь начинаешь? Пойдем. Ты мечка решил померить, да? Сколько сантиметров мячик? Что-то не меряется, да? Сколько сантиметров мячик, Дима? Ты решил и киндер даже померить? Давай кубик померить. Строитель. Подходит? Для твоего стролейбища? Стролейбище подходит? Ага. Календарь надо померить. Катя. Катя? Какая Катя? Катя. Катя? А кто это Катя, Дима? Катя это кто? Катя это кто? Катя это кто? Как-то он был более красивее. А в этот раз у меня как-то не получилось изначально его выкладывать. Эти яблоки. Какие-то они мелкие у меня получились. Я их еще почистила. И вот она наша пицца. Пицца. Горячая смотри. Пицца. 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 Еще все горячее. Пицца. Здесь такая поджаристая. Пицца. Пицца. А здесь пирог у нас. Пицца. Сейчас мы с тобой будем кушать сначала. Покушаем нормально. Как положено. Потому что на ночь. А время вообще еще шесть. Да. Время шесть между прочим. А ты что кушать пришел? Мы с тобой всем начинаем кушать. Вот. Покушаем. Потом пиццу с тобой поедим. И потом пирог. Попробуем как он. Здесь даже кстати с этой стороны побольше стало. Оно более вздулось. Пицца. Почему-то. В прошлый раз. В прошлый раз не помню как было даже. Даже не помню. Дима смотрится с пиццей. Надо пиццу нам заказать. Пицца. Да. Пицца. А это что? Это что такое? Пицца. Пирог. А вот это пирог. 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 Покажи. Пирог. Пирог. Дима. Пирог. 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 Как иностранец. Пирог. 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 Так. Поставила я варить яички. Решила еще яичками накормить малыша своего. И так же хочу сказать. Знаете почему мне нравится этот стол? Потому что на него можно ставить горячее. горячий раскаленный чайник с огня там. Или сковородка горячая раскаленная с огня. С духовки. Там и металлические с духовки. Вот все раскаленное ставлю. Он все выдерживает. Причем это не настоящее дерево. Это ну я не знаю что это. Пленка или там что. Не знаю как оно правильно. Он все выдерживает абсолютно. Вот если бы только он был по цвету как мой гарнитур. Это было бы вообще шикарно. Мне вообще бы горе не знала. many of them дош� feathers. В целом я задают на стиле дж Leh 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 Leh. Продолжение следует...